И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу про инструменты для работы с графиками на фьючерсах GTA.io. Но перед этим сразу же всем скажу новичкам. Или вообще, если вы недавно в рынке, если меньше года, то лучше не идите на фьючерсах. Я там был первый год и еле оттуда ушел, хорошо что целым. Поэтому про фьючерсы, если вы никогда не торговали, будьте очень аккуратными. Начинайте с малых сумм, если что, посмотрите мои прошлые видео о фьючерсах. В общем, фьючерсы вещь зла, и там очень легко все потерять. Такс. А перед этим подпишитесь на мой Тиграм канал, в котором я рассказываю, чем занимаюсь, что думаю, какую крипту я покупаю. В общем, говорю там о всем самом интересном, о всех тем, которые сейчас актуальны, про всякие айрдропы и тому подобное. Хах. Кстати, даже Ютуб могут закрыть, кто бы мог подумать. Но вы сможете продолжить получать от меня контент в Телеграме, все по ссылочке в описании. Такс, еще раз напомню, что биржа гитая входит в топ-10 бирж мира. Спасибо ей за поддержку. Также у меня есть плейлист, там более 33 видео гит. В общем, я там рассказал практически обо всем на бирже, но только теорию. Скоро займусь практикой. Такс. Перейдем к сути. Анализ фигур. Японские свечи могут объединиться в различные комбинации паттерны. Они состоят из двух-трех элементов и помогают что-то предсказать, возможно, дальнейшее движение цены. В общем, вы можете научиться искать фигуры на графике и что-то, мол, из этого вы поймете, скажем так. Если какой-то треугольник, то вниз, то вверх. Я вот никогда не понимал и считаю, что, ну, как мне кажется, это странная штука. Вряд ли можно как-то просчитать движение графика только благодаря техническому анализу. Потому что очень много факторов влияет на движение цены. Например, там, какая-нибудь страна объявит о войне и все пойдет не туда и тому подобное. Ну, в общем, вы поняли меня то, что, да, можно использовать некоторые паттерны и там все такое. Но я сказал, как я к ним отношусь. Очень скептически, потому что, ну, они просто не могут отобразить всего. Но часть все-таки они могут отобразить. Вот я сейчас вам приведу простейший анализ графика. Монета выросла на 90%. Нет, даже не так. Она выросла в 100 раз. И тут вопрос возникает, стоит ли ее покупать. И в теории, если она выросла в 100 раз, по идее, она может и скорректироваться, насколько. Вот это самый простейший анализ графика, который мне понятен и многим из вас. Вот паттернами можно делать что-то подобное, но это более сложнее и погрешность там, ну, очень разная. Вот несколько паттернов, чтобы вы имели в виду, что это за паттерны и что такое. Ну, в общем-то, еще раз скажу, что если бы это все было так легко, палочку сверху, палочку снизу, вроде как вверх, то тогда, как бы, все зарабатывали. А как мы знаем, большинство, особенно, ну, таких людей, которые просто сидят дома торгуют, большинство из них теряет, зарабатывает только профессионалы, для которых это работа полная, которые там в офисах сидят, может быть даже, ну, примерно так я считаю. Ну, вот несколько популярных паттернов. Прямоугольник. Прямоугольник легко заметить на графике, паттерн указывает на так называемую паузу в тренде. Силы продавцов и покупателей на рынке примерно равны, кто победил в борьбе, пока не ясно, резких скачков нет. Это важная и очень сильная фигура, которая является индикатором продолжения трендера. У трейдера появляется возможность удачи войти в рынок, открыв прибыльную сделку. Я сейчас вспомнил шутку, там РБК говорит, наши трейдеры считают то, что все может пойти вверх, но, возможно, и вниз. Ну, то есть вы понимаете, какие прогнозы, нельзя ничего предсказать. Да, можно что-то предположить, но, опять же, никакие там паттерны, еще какие-то штуки, они вам не предскажут цену. И я считаю, что это в большей степени гадание на кофейной гуще, но, все-таки, какую-то пользу из этого можно извлечь, как я уже говорил, там, если монета выросла, то она может и упасть. Но это я самый простой пример привел, а там есть и гораздо более сложные индикаторы, которые очень интересны. Но я пока что просто ознакомливаю вас, ну, вообще, что это такое, зачем, и сразу предупреждаю. И вот многие еще трейдеры там говорят, вот, паттерн вверх, паттерн вниз, там, туда-сюда. Ну, я вот говорю, я скептик. Перед тем, как я расскажу о следующем паттерне, как их называют, вы можете сказать, верите ли вы вот в такие вот анализы, в такие вот всякие паттерны и все такое там. Если там двойная вершина, то пойдет вверх, если тройная, то вниз. Верите ли в это или как-то сможете аргументировать свою позицию. Я потому что тут немного очень скептично к этому отношусь, но примерно так. Следующий паттерн это вымпел. Появление на торговом графике вымпела говорит нам о продолжении тренда, нисходящего или восходящего. Как только котировки придут за уровень сопротивления, на рисунке вы можете это увидеть, они показаны красной стрелкой, можно входить в сделку. И этих паттернов еще очень и очень много. Многие трейдеры формируют свои паттерны для анализа, но мы пока на этом остановимся. Я покажу инструментарий, с помощью которого вы сможете обозначить ваши мысли на графике или расставить ориентиры. Первое, это инструмент, отрезок, вы можете его размещать как угодно. Также для вашего удобства вы сможете выбрать различные модификации этого простейшего инструмента. Второй инструмент, это кисть, вы можете ее рисовать как в пейнте, или же выбрать другую модификацию, и рисовать фигуры на графике. Третий инструмент, это текст, очень полезный инструмент, вы можете оставлять на графике любые мысли по поводу роста или падения, чтобы не забыть. Четвертый инструмент, не менее полезный, с помощью него вы можете отмечать паттерн по точкам или же выставлять границы. И пятый инструмент, не менее полезный, позволяющий вам облегчить анализ и сбор информации, так как этот инструмент берет информацию с графика. В общем, примерно так, скажу еще раз от себя. Никто не может предсказать движение рынка, кроме того, кто сам этим рынком управляет, а им может управлять очень малое количество людей, потому что для этого управления нужны просто огромнейшие деньги, особенно если мы думаем о биткоине и еще других монетах довольно крупных. То есть, грубо говоря, вы можете предположить, да, вот тут паттерн, и все вниз-вверх, значит завтра все, ракета. А завтра все идет вниз, просто максимально вниз. Просто потому, что так рынок происходит. Никто ничего не знает, кто-то может только предположить и поставить какую-то определенную сумму на свое предположение. Так же будьте аккуратны, тут очень легко потерять. Я бывало терял, поэтому поверьте моему опыту. А на этом все, спасибо за просмотр. Пишите свое мнение, как вам эти паттерны. И да, я, как сказал, я, может быть, слишком поругал паттерны. Там есть много и интересных, даже которыми я, возможно, иногда пользуюсь. Но это не совсем паттерны. В общем, как-то так. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...